Добрый день, друзья! Держимся, живём дальше и делаем выводы, и стараемся как-то себя реабилитировать. Ну а сегодня тема эфира будет «Отцы в разводе. Как не потерять ребёнка?» Да, друзья, тема очень сложная, и пока я к ней готовилась, я даже думала, стоило ли это затевать и так далее. Но история создания этой темы, рождения её, она вполне такая жизненная. И я думаю, что жизнь сама её подсказала. Вот происходило так, что на протяжении года я слышала от разных мужчин, с которыми я пересекалась, ну так, эпизодически, типа долгой поездки в такси, и мы любим поговорить иногда в дороге. Или же ко мне на приём приходил отец с ребёнком, и я понимала, что есть огромная-огромная такая армия отцов в разводе, которые испытывают одновременно и любовь, и боль, и гнев, и не понимают, как им продолжать строить отношения с ребёнком после вот такой трагической ситуации в семье. Потому что, конечно же, развод бьёт по всем, и по взрослым, и по детям. Вот. Ну, из этого вот родилась наша тема. Попробуем её раскрыть. Статистику разводов я, конечно, не знаю. Сейчас можно посмотреть в интернете, всё что угодно. Но что-то мне подсказывает, что в России очень большой процент разводов, и большинство детей остаются жить с матерьми. Да. Вот как чувствуют себя отцы, когда вот пара... Давайте сразу ограничим то, что мы говорим о среднестатистической такой семье. То есть это не криминальные истории, это не патологические какие-то там истории, связанные с нарушением психического здоровья, или там тирании, или алкоголизм, или ещё что-то. Не суть. Мы говорим об обычной вот семье. Не сложилось, родители не сошлись характерами, расходятся. Что чувствует отец, учитывая, что ребёнок остаётся с матерью, и что чувствует ребёнок? Ну, вы знаете, в зависимости от того, кто был инициатором развода, ну, в общем-то, и чувства могут быть разные, и отношение детей к этому событию тоже может быть разное, потому что, признаем правду, не только отцы уходят из семьи. Бывает, что и женщины оставляют детей, и начинают строить новые отношения. Бывает, что длительно как бы накопленный какой-то стресс, разногласие, невозможность договориться привели к этому. То есть дети жили уже в состоянии хронического развода, но, наконец, родители решили разъехаться, или родители делали хорошую мину при плохой игре, и вдруг, как гром среди ясного неба, для ребёнка, может, он что-то и чувствовал интуитивно, но всё равно внезапно, вот так и так, мы разводимся и разъезжаемся, да, то есть тут вот чувства детские могут по-разному проявляться. Отцы тоже, если они долго к этому шли, хронический стресс, иногда, подписав документы в суде, супруги осознают, что они-то взрослые, они как раз выдыхают с облегчением, что это долгая история, и есть такое ощущение пьянящей свободы. И с другой стороны некоторое время, но потом реальность-то всё равно вторгается. Бывает, что всё это с очень драматичными такими выступлениями одной из сторон, в попытках вернуть супруга, что-то доказать, доказать, что, а как вы будете жить без меня там, и вот, и так далее, и так далее. И сюда подмешивается очень много гнева, очень много манипуляций и обид, которые вот уже выросли как снежный ком, и месть. Месть ещё сюда тоже затёсывается тоже непременно. Вот это вот грустно. И вот в этом вихре таком чувств приходится жить и решать какие-то текущие вопросы. Одному, как продолжать жить с ребёнком, одному из супругов, и что-то объяснять ещё ему. Другой стороне меньше этого достаётся. Но если, например, мужчина ушёл из семьи, ему нужно тоже ведь наладить свой быт, новое место жительства и так далее. Не обязательно после развода уходящий попадает в нежное объятие новой какой-то любви. Это далеко не так, не всегда так. Есть ещё такая тенденция у матерей, которые развелись, которые обижены на супруга, или всё равно есть какая-то непонятная, свербит что-то внутри. И матери, они настраивают детей против отцов. Вот в такой ситуации ещё сложнее отцу наладить отношения с ребёнком, даже если он хочет всем сердцем это сделать. Да. Ну я думаю, что давайте я вот расскажу просто одну какую-то житейскую историю. И в ней, вот как в капле воды, отражаются много-много судеб таких мужских, детских, женских. История такая простая, городская. Поженились молодые люди. Это первый брак. Какое-то время спустя родился ребёнок. Ребёнку 7-8 лет. То есть он уже такой переходит в осознанный школьный возраст. Но за это время какие-то нескладухи между родителями уже происходили. Я вам рассказываю историю, которую мне рассказал как-то таксист, с которым мы долго пробирались по московским пробкам. Я что-то, я к слову, обмолвилась, что я психолог. И, видимо, это для него вот сработал момент, что ему захотелось с кем-то поделиться этим. И он говорит, я, мы спорили, мы пытались договориться, у нас не получалось. В конечном итоге мы приняли решение и постепенно к нему шли, что мы разводимся. Конечно, я ушёл и оставил их в квартире, в их привычном месте жительства. Всё, то есть в том укладе бытовом, к которому они привыкли. Потому что у жены работа рядом, у дочки школа, в которую она ходит. И наш развод не должен ни в коей мере на ребёнка повлиять хотя бы со стороны вот этой жизненной стабильности. Соответственно, мне пришлось искать новое жильё. Чтобы снимать жильё, надо другую работу. И получилось это в другом районе. И если раньше всё складывалось в одну копилку в бюджет, ну, все знают, что в складчину легче прожить, чем когда ты делаешь это отдельно. Вещей особо бытовых он с собой тоже не взял. Ну, может, какой-то там чемодан с вещами. Ну, и вот это всё, с чем он ушёл. И я не ожидала, что мне будет так трудно. И жена-то, в общем-то, и понимала, что он строит жизнь с чистого листа, вот заново как бы. И в бытовом, и экономическом плане, и психологическом, и всяком разном. Но ей-то нужны деньги сейчас на ребёнка. Там одевать, обувать, к лету куда-то везти и так далее. И говорит, я разрываюсь на части. Я прихожу туда, в общем-то, не запретила видеться с дочерью. Но тут же всплывают финансовые проблемы. Мама начинает пилить, что вот ты не любишь дочь, ты о ней не заботишься, ты не даёшь денег. Он говорит, я ровно, большую часть я отдаю. Это больше даже, чем было бы по алиментам, по разводу. Многие не подают же на такие выплаты, надеются на то, что как-то само это решится. И вот какое-то очень сильное страдание было в его душе, потому что, с одной стороны, он сам ещё в кризисной ситуации. Его поступки и его возможность поддержать финансово трактуются в ту сторону, что ты не любишь дочь, ты плохой отец. И плюс пока не пройдёт какой-то период, когда он встанет на ноги уже по-новому. Он говорит, я готов помогать, я готов проводить время. Но мне-то тоже что-то нужно делать в этой жизни и для себя, и как-то это же не жить на развалинах, а строить какую-то другую реальность. И в этом очень много горечи. А ребёнок, поскольку, я чувствую, что поскольку мама при дочке рассказывает подругам, в сердцах что-то произносит самой этой дочке и так далее, и так далее. И дочь, она получается, с одной стороны, она рада, что она любит папу, а с другой стороны, она насторожена, она напряжена, она не может отдаться вот этому чувству радости встречи. Это очень сложная ситуация, да. История показывает, вот такая показательная история, которая отображает, в принципе, ситуацию большинства, мне кажется, разведённых семей. Вот правда большинства. Что делать отцу? Вот наша передача называется сегодня «Как не потерять ребёнка». Как не потерять отцу, своего ребёнка, который живёт с матерью, она воинственно настроенная, в общем, такая вот нелёгкая ситуация, как у этого таксиста. Она даже, может быть, и мама-то не воинственно настроена, как ей кажется. Она в глубокой обиде и разочаровании, и пока она тоже над собой не поработала, ну, она вот будет вот эту линию всё равно гнуть. Я вот тоже, послушав этого мужчину, я как-то озадачилась этой темой и стала искать форумы, где общаются отцы, там и так далее. Оказалось, да, есть такие, вот. И, в общем-то, рефреном и звучит этот вопрос. Ребята, что ж теперь делать-то? Я ж ребёнка люблю, я ж его и до рождения ждал, и вот с первых дней его нянчил. Это очень глубокие чувства на самом деле. И как же теперь, жена манипулирует или я сам, может быть, в чём-то оказался не на высоте, пока мы разводились и так далее. И вот реплики отцов были очень-очень разные. И по поводу того, что, ну, все женщины такие, и вот ты там ничего хорошего не жди. То есть это был повод слить свой негатив. Это одна сторона, эмоциональная реакция. Другие, более конструктивные. Они говорили о том, что, ну, ты можешь настаивать на своих законных правах, видеться с ребёнком, участвовать в его жизни, забирать его на каникулы и так далее, и так далее. Если тебя суд не ограничил, ты на всё это имеешь право и добивайся. Если ты не можешь, ну, а женщина же часто говорит, а я не хочу и не будет вам этого. Если ты не можешь напрямую с бывшей женой договориться, ищи посредников, начиная от адвоката, психолога, кого-то, можешь кого-то привлечь. Заканчивай самим судом. Да, и заканчивай самим судом. Да, то есть отстаивай свои законные права. И была ещё часть мужчин, которые, ну, рассказывали свои истории и говорили, вот я нашёл такой-то выход, я нашёл такой-то выход и так далее. И вот мне врезалась в память одна фраза, которую написал такой уже опытный чувствуется мужчина. Он сказал, слушайте, вот что мы тут обсуждаем. Если до развода ты был отцом по-настоящему своему ребёнку, ты им останешься, ты найдёшь эти способы, как остаться с ним, ваши уникальные. Если нет, ты просто был для него предметом мебели, лежал на диване, пока он рос до своих там трёх, пяти, семи, двенадцати лет, то у тебя задача практически нерешаемая. Ну, то есть очень сложно. С какой стати вдруг ребёнок в тебе увидит этого отца? Потому что пока, ну, это же наше свойство человеческое, мы же, ну, что имеем, не храним, потерявши, плачем. И часть реакции вот этих отцовских, она вот по-потерянному. Ну, такой был совет вот бывалого папы, так скажем. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Итак, мы сегодня говорим на тему отцы в разводе, как не потерять ребёнка. Друзья, если ваша жизненная ситуация столкнулась, вернее, вы столкнулись в жизни с такой вот ситуацией, что вы в разводе или ваши друзья в разводе, в общем, вы знаете и хотите что-то нам сказать, вы знаете, как это, вы переживали эти моменты, пишите нам, звоните номер 8 800 333 1706 плюс 7 977 850 0996, это WhatsApp и Viber, и также teos.fm, самый простой способ, это для сообщений, вот у меня всё открыто, буду ждать. Расскажите нам, что вы делали или ваши знакомые, как вы в этой ситуации себя ощущаете, как вы к этому всему относитесь. И если вы, например, та самая мама, которая сейчас с ребёнком в разводе, то поделитесь тоже вашими впечатлениями, вашими ощущениями, как вы ведёте. Может быть, вы поймали себя на мысли о том, что да, как раз я настраиваю своего ребёнка против отца, неосознанно, но напишите нам, мы постараемся вам помочь. Да, продолжим этот разговор. Ну, помимо форумов, у нас есть ещё и реальные люди, с которыми всегда вот хочется посоветоваться, послушать их и так далее. Вот, и я сейчас, если можно, передам привет моему другу Мирону, которого я расспрашивала на эту тему. Это человек вполне состоявшийся, он там и бизнесмен, и отец, человек, окружённый друзьями, тот, кто уже прошёл свой путь, рос практически без отца, но есть такие сильные мужские фигуры, знаете, вокруг детей и подростков. Это может быть тренер, это может быть какой-то учитель опытный, может быть, там, не знаю, сосед по даче, но который вот принял участие в жизни, допустим, мальчика. Для мальчика это очень важная такая фигура отцовская. Вот, и Мирон из тех людей, которые сделали себя сами, и сейчас вот я буду опираться и на его опыт уже, которым он поделился. Вот, и очень большой процент разводов, правда, в первых браках, когда молодые люди женятся, например, и они приносят каждый свой уклад, каждый свою правоту, каждое своё знание жизни. И да, любовь, страсть их объединяют, уважения может не хватить, правила они, может быть, не догадываются, как строить. И вот накапливающиеся проблемы, они приводят к тому, что брак через некоторое время даёт трещину, и первый брак заканчивается разводом. Ко второму браку не все подходят поумневшими, но многие люди делают выводы, как мужчины, так и женщины, уже знают, на что не нужно наступать, что-то в силу жизненного опыта уже начинают делать совершенно по-другому, чтобы сохранить и выстроить отношения. И вот когда мы разговаривали об этом с Мироном, он говорит, ну ты знаешь, вот в какое бы время не проходил развод, и как бы люди не расставались, но сначала это, конечно, и та, и другая сторона в такой глубокой эмоциональной реакции находится. То есть голос разума, каких-то там всеобъемлющих ценностей, это всё где-то очень-очень далеко и почти не слышно. Но и пока у одной стороны есть надежда вернуть другую сторону, то есть пока не принят сам факт развода, как свершившееся событие, после которого жизнь уже будет течь точно по-другому. Вот одна из сторон ещё делает попытки что-то возвращать, и всё это затягивает вот эту адаптацию уже к постразводному состоянию. Но жизнь вносит свои краски, дети растут, есть какие-то требования реальности. И когда надежда заканчивается, начинается эпоха, наконец, компромиссов и какого-то слушания друг друга, где можно вот именно ради детей о чём-то договариваться, к чему-то прислушиваться у другой страны. Конечно, для взрослых два года пролетают мгновенно. Для ребёнка это целая эпоха. Ему было шесть, теперь ему восемь, например. И пока родители договорятся, это всё сложно. Но самое главное в этот момент сохранить какое-то уважение к другой стороне. Даже если вам не нравится картина поведения, маме не нравится уже всё, она уже не любит, а ненавидит этого мужчину, или мужчине не нравится эта женщина, он удивляется, как он мог когда-то на ней жениться. Но уважение как к отцу своих детей и уважение как к матери своих детей, вот эта подоплёка должна быть. И она удержит от того, чтобы сказать непоправимые слова и делать какие-то непоправимые вещи. К сожалению, такие вещи случаются. К сожалению, эта подоплёка есть далеко не у всех пар. Вот так ещё можно сказать. Да, 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 да. Отчасти это. И вот манипуляции деньгами, которые я в первом случае привела, это случается как со стороны женщины. Она всё требует и требует, обеспечь, обеспечь. Да, это действительно надо. Но она старается не думать о том, как будет выживать другая страна, там, отец этих детей. А противоположный момент – это когда мужчина говорит, вот если мы об отцах, да, отец говорит, вот теперь узнай, каково это жить без меня. Я всем вас обеспечивал, я вам всё приносил. Вот теперь я вам это урежу, этот паёк финансовый, и крутитесь как хотите. И женщина, которая раньше занималась, например, только детьми, она идёт работать или ещё куда-то. Ну, как-то ей нужны ещё какие-то источники дохода. И вот это такая месть, которая за этим стоит. У нас, кстати, по поводу денег есть сообщение, Никита нам прислал. Значит, текст такой. Если ты оставил всё в семье, из которой ушёл, то ты городской дурачок. От мужчин женщинам нужны деньги. Это аксиома. Любит или нет – дело десятое. Остался без денег при капитализме – тебе конец. Знаю одно. Тот, кто падает в ноль, оставаясь без доходов и жилья, уже не поднимается. И если ты сам себя поставил в такое положение, кого винить? Ну да, такая точка зрения имеет право на существование. И может даже этот текст может стать основой для другой передачи нашей, для другого эфира. Только ли деньги нужны женщинам или не только. Так же, как и мужчинам, что нужно. Ну, не знаю, дурачок, не дурачок. Дурачок – это оценка личностная, да, такое мнение имеет право на существование, конечно. Никита, а вот если бы вы были в такой ситуации, вот представьте, что вы с женой разводитесь, у вас же, насколько я помню, Никита, наш постоянный слушатель, у него есть четырёхлетний сын, если я не ошибаюсь, но ребёнок точно есть. Вот вы что, отобрали бы квартиру и выгнали бы их или как? Как бы вы поступили в такой ситуации? Вот у вас есть одно жильё, у вас есть жена, ребёнок, вы разводитесь, ребёнок уже ходит, если четыре года, это значит детский сад. Вот, пожалуйста, напишите, как бы вы поступили, если вы считаете, что ты оставил себя в семье, из которой шёл, ты городской дурачок? Я думаю, что есть много мужчин, которые из любого положения находят выход, и есть такие мужчины, которые складывают лапки и катятся дальше вниз по наклонной плоскости. Человек, о котором я говорила вначале, он не производил впечатления того, кто собирается просто в этой жизни безвестно погибнуть где-нибудь там каким-нибудь городским бродягой каким-нибудь, отнюдь. Просто это более сложный путь, он, конечно, кризисный, и нужно нащупать почву под ногами. Есть ещё и семья, друзья, работа, специальность. Ну, много всяких вариантов, да, когда можно заново встать на ноги. Вот, ну, не моё дело там осуждать или оценивать какие-то стратегии мужского поведения, потому что они присущи именно мужчинам. И мужчины, которые задаются вопросом, как быть отцом для детей, я думаю, что именно они-то как раз свою мужскую позицию держат, потому что куча людей вообще даже не задумывается над этим вопросом. И, честно, мне даже неинтересно, как там складывается их жизнь дальнейшая. Это их выбор, они вправе там сами это решать. Это из серии «Через пять лет» мужчины спрашивают жены, слушай, а кто эти маленькие существа, которые бегают у нас по дому и мешаются под ногами? Не надо быть таким отцом. Ну, я хочу сказать, что да, вот в дополнение к тому, что можно быть физически как тело, присутствовать в своей семье, пользоваться всеми бонусами семьи, что есть налаженный быт, есть уход, есть финансовая стабильность и так далее. И получать от этого какое-то удовольствие, но при этом не включать свою отцовскую позицию, вот ни на секундочку, ни на минуточку. Многие сначала отмахиваются, что он же младенец, еще он там от меня поймет. Вот научится бегать, будем в футбол играть. Ребенок бегает, он уже не привык с папой там взаимодействовать. До футбола тоже ноги не доходят, у папы другие какие-то интересы, ну и так далее. Вот, поэтому, ну, когда есть отцовская позиция, много шансов на то, что пройдя через вот эти штормовые чувства, и у всех участников этого процесса, и у детей тоже, мужчина выйдет опять к нормальному диалогу со своим ребенком и со своей женой. Если говорить вот о какой-то конкретике, на что опираться, если папа, он реально теперь уже не каждый день присутствует в жизни ребенка, а он на удалении, или время рабочей недели их разъединяет, или дальность расстояния, иногда люди оказываются в разных странах и так далее. Но у нас, во-первых, есть связь, через которую до каждого из нас долетает какое-то любящее слово и поддержка. И быть в курсе дела ребенка, даже когда этому ребенку 3-4 года, или когда ему там 8-10, или когда он подросток, вот быть, проявиться для него вот фотографии, ожившие в его гаджете, вот это большое дело. И этим пренебрегать нельзя. Если вы захотите, вот если выберете, да, папы, которые сейчас в разводе, вы можете интересоваться, посылать приветы, добывать какую-то информацию, которой интересуется ваш ребенок, спросить его, как у него дела, там, волнуется ли он перед соревнованиями, что у него там с учительницей, или там у девочки очередная какая-то там ссора с подружкой и так далее. Вы можете быть в курсе ее дел или его, да, там, сына, даже больше, чем мама, которая рядом и занята сейчас с многими решениями тоже бытовых и разных организационных вопросов. Вот этот путь не закрыт. И я тут хочу сослаться на такую концепцию «Пять языков любви» Гарри Чепмана, да. Вот один из вариантов вот этого языка любви – это слова поддержки, теплоты, поддержки, интереса. И сюда же присоединяются, я думаю, вот если это дальние какие-то разговоры, переговоры, это еще и время, которое вы, ну да, вы проводите виртуально, но это время, проведенное вместе. И вы можете придумать свои какие-то маленькие проекты, а потом встретиться и осуществить, например, что-то, куда-то пойти, что-то создать. На самом деле время, которое ты проводишь в разговорах там по скайпу или по другим мессенджерам, это, скажем так, вот ты когда разговариваешь, очень сложно одновременно при этом, я не знаю, что, резать морковку, варить суп или еще что-то, тебе нужно смотреть в камеру. А когда вы вживую общаетесь, ты можешь стоять на кухне там к человеку спиной, что-то готовить и общаться. Я к чему хочу сказать, казалось бы, виртуальное общение наоборот должно как-то, ну, отдалять. А получается так, что мы более сконцентрированы на общении друг с другом, друг с другом как раз, когда мы разговариваем виртуально. Поэтому не стоит этот способ недооценивать. Да, да. И постоянство в контактах, что там, ну, каждый день это прям уже подвиг, может быть, родительский, ну, там, два раза в неделю или в какое-то определенное время вы выходите на связь, и вы обозначаетесь как отец. Вот, потому что частота контактов, она определяет тоже и близость, и ответственность, и влияние, и вы будете в курсе того, что происходит. Конечно, вот нужно строить специальный мостик, когда ребёнок весь в чувствах, да, и он в обидах. Не избегайте разговоров о том, что чувствует он, он должен иметь возможность сказать там, ну, я ужасно злюсь, что вы расстались с мамой, или ещё что-то. Вот. И что важно слышать ребёнку, когда родители в разводе, с той, с другой стороны, это не твоя вина. Это наши взрослые дела. Мы не смогли что-то, мы не разобрались вовремя. Но ты для меня, ты мой сын или ты моя дочь всегда, так же, как мама, всегда останется для тебя твоей мамой, так и я останусь всегда твоим отцом. И вот эти фразы, они, ну, хотя бы однажды, но они должны прозвучать. И в разных возрастах ребёнка, пока он растёт, их иногда нужно обновлять и подтверждать. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Итак, мы продолжаем эфир «Формула семьи» в студии Эльвира Чепенко и Юлия Себелёва. Мы сегодня говорим об отцах, которые в разводе, а точнее о том, как же им не потерять ребёнка. Юля, помните, некоторое время назад нам Никита написал? Я вот его спросила, если вы считаете, что человек, который оставил всё для своей семьи и ушёл городской дурачок, как бы поступили вы. Вот Никита пишет. Первое. В браке горе и радость делят пополам. Развод — это горе. Нельзя брать его на себя в полной мере. Второе. Я обеспечен жильём, впрочем, как и жена. В случае развода она не сильно пострадает. Социальное и материальное равенство — отличная основа для брака. Ну, что сказать можно по этому поводу? Ну, уважаю мнение Никиты. Не во всём разделяю. Конечно, было бы здорово, если у всех были базовые условия, базовые запасные аэродромы, базовые какие-то буферные, там, не знаю, банковские счета огромные, которые минимизируют потерю там партнёра по жизни. Если уже там чувства не осталось, то, может быть, это как бы безболезненно. Просто дети-то знают, что у родителей рядом должно быть два, а он один, и другой где-то там. А любовь уже между ними была, и потери это может ребёнка очень сильно травмировать. Про всё горе брать на себя, я не знаю, в каком смысле вот это слово употребляет Никита. Есть горе как процесс психологический, вот я об этом могу сказать. И горе нужно дать время сделать свою работу. То есть так не бывает, что вот сейчас поставили точку развод, и через две недели мы уже как все, как ни в чём не бывало живём, такого не бывает. И от года до двух лет может пройти до того, чтобы минимизировать все последствия, полностью прожить эти процессы, полностью восстановить это там утраченное доверие по отношению друг к другу разными сторонами. Потому что ребёнок-то он же ещё и к матери тоже, с которой остался, может тоже какие-то внутренние счёты иметь. В общем, это всё такая задачка сложная. А вот если Никита имел в виду, что горе как последствия лишения материального благополучия, что не надо брать всё на себя, да, то ну да, закон защищает права обоих супругов и ребёнка. Тогда надо действовать по закону, вот и будет справедливое какое-то решение, когда вопрос спорный, например. Вот. Хотя это тоже сложно. У меня есть парочка вопросов к вам, Юля. Смотрите, мы говорили о том, что отец иногда не обращает внимания на младенца ребёнка, потому что, ну что, что я могу для него сделать, как бы ничего, будет ходить, потом будем играть в футбол. Это поведение, оно, можно ли его заметить, когда, например, супруги ещё в ожидании ребёнка или в целом вот они поженились? Я к чему хочу спросить. Бывает пара, у которых вот родился ребёнок, и мужчина из-за неосознанного такого, я не знаю, весельчака или какого-то человека, который не думает о будущем, вот так хоп, что-то включается в голове, и он начинает быть заботливым, серьёзным, осознанным. А бывает так, что каким был, таким и остался. От чего это зависит? Я просто имею в виду, что вот такое непосредственное отношение к своей семье, оно, в принципе, может спроецироваться на ребёнка и довести до развода вообще пару. Ну, это получается речь о том, да, что если отец не принял на себя отцовскую функцию прямо во младенчестве или даже до рождения ребёнка по отношению к беременной своей жене, да, когда ребёночек ещё там в утробе матери, то это может быть одним из факторов, ведущих к разводу. Ну да, в принципе, мужчина не осознаёт. Но частично вот ответственность за это, она в какой-то степени женщинам этой семьи тоже присуща, что ли. Вот они делают свой вклад, чтобы папа не стал папой, потому что они окружают настолько этого младенца своей женской заботой и любовью, что отцу иногда даже и не подступиться. Но мужчины очень конструктивные, если они понимают, что и как, и знают, что они таким образом не повредят ребёнку, то стоит попробовать, и они входят во вкус. И недаром же, когда ребёнок рождается, и отец присутствует в природах, ему первым делом дают подержать, вот коснуться своего ребёнка, потому что это тоже вот такой механизм, который включает. А так, если только смотреть издалека на это хрупкое создание, то просто из опасения причинить какое-то неудобство или дискомфорт, интересно и манит, и останавливает, и непонятно как. Если слишком много рядом хлопотливых женщин, они просто не дадут приблизиться молодому отцу и начать действовать, если жена не доверяет, слишком тревожная и так далее. Поэтому тут, знаете, так, 50 на 50, конечно, большая ответственность выбора этому мужчине, чтобы он решился и действовал. Но у некоторых, правда, в какого-то процента не включается ничего. Вот. Да, я хочу сейчас, кстати, бегло так вернуться к этим пяти языкам любви. Вот на расстоянии, это слова поддержки и время мы говорили, это такое виртуальное общение. Есть путь, который понимают папы, понимают дети, и все понимают. Это подарки, это тоже язык любви. Но если для вашего ребенка язык любви, подарки, то он должен работать и работать в обе стороны. То есть не только вы ему что-то преподносите и проявляете свою любовь. В принципе, легче всего купить подарок впечатляющий, да, и выразить через это, и подумать, что вот этого достаточно моего ребенка. Ну, воспитания-то в этом особого нет. Но у вас еще тогда должна включиться функция другая, ожидать каких-то подарков и проявлений симпатии от вашего ребенка, побуждать его тоже, проявлять эту любовь и подарки, заботиться о маме, там, братьях, сестрах, о ком-то еще. Потому что, да, правда, через какую-то вещь может вот этот импульс любви передаваться тоже очень отчетливо. Но будьте в этом аккуратны. Купить ребенка подарками невозможно, этим вы его не удержите точно. Еще один у меня вопрос к вам такой. Я понимаю, что пары разводятся, но, скажем так, никто в монахе не подается. Большинство пар строят новые свои семьи, то есть у жены появляется новый муж, который становится отчимом для ребенка. Отец заводит свою семью, в которой тоже может рождаться ребенок другой. Получается, ребенок от этого первого брака, он понимает, что у него теперь появился как бы второй отец, который каждый день рядом с ним, я говорю, об отчиме. А этот отец, он где-то как-то далеко. И когда у биологического отца тоже появляются дети во второй семье, общение становится еще более таким прерывистым, еще более поверхностным, и со временем оно может сойти на нет. Часто бывает так, что отцы не хотят травмировать своих детей и скрывают о том, что у них появилась вторая семья, и там уже может и ребенок родиться. То есть, по сути, хорошо бы обрадовать и сказать, ты знаешь, у тебя теперь есть сестричка или братик, но не бояться. Как поступать в таких ситуациях? Вот представим, что пара уже разошлась и завела свои новые отношения. Представлять друг другу, не представлять. То есть, знакомить, не знакомить. Вот смотрите, очень индивидуально будет по выбору момента и по форме, как это сделать. Но честность лучшая политика вообще. Потому что никакие умолчания бесконечно длиться не могут. И когда это вскрывается что-то там спустя годы или в подростковом возрасте, или когда уже там ребенок взрослый, еще что-то, и получается, что помимо всего прочего, вы мне еще и врали обе стороны и как-то, и что-то. Конечно, бывают совсем такие случаи, когда отец полностью отказался от своих отцовских прав, и он построил семью другую, совсем другую. И тогда вот этот отчим, он усыновляет, удочеряет этого ребенка, дает свою фамилию, принимает его как приемный отец. И тогда только он и мать, семья вот это может решать, какую правду и когда открывать ребенку о его таком биологическом отце. Разные бывают ситуации. Но если это все-таки уже в более разумном, сознательном возрасте ребенок, и появляются новые семьи, новые дети и так далее, каким-то, знаете, не шестым, а седьмым чувством, вот честно вам скажу, как практикующий психолог, ребенок знает все равно, что что-то параллельное есть, вот просто знает. Вот. И поэтому тут вот про такт и возможность выбора, ну, посоветуйтесь, посоветуйтесь со школьным психологом, посоветуйтесь с какой-то, ну, таким авторитетным для вас человеком, который хорошо знает ребенка, как он может прореагировать. Иногда это бывает учитель, например, иногда бывает там друг семьи. Но все равно к этому время подведет само собой. Вот. Забота должна быть о том, чтобы сделать наиболее искренним, мягким и утешающим способом, а не о том, чтобы вообще обо всем умалчивать. И я знаю семьи реальные, в которых не сделали тайну родители из того, что есть другая уже семья и другой ребенок. И дети вполне стали вхожи в семьи друг друга и начали общаться друг с другом. Ничего в этом такого, ну, заведомо зловредного для ребенка нет. Можно и это пережить, и принять, и даже обрести еще какую-то поддержку, обзавестись братьями и сестрами. С вами полностью согласна. Просто мотивация обычно какая? Я не хочу говорить, чтобы, а, не было обиды, б, не было ревности по отношению к другому ребенку. Если уж в обычных семьях счастливых, казалось бы, рождается второй ребенок, и первый ребенок начинает дико ревновать своих родителей ко второму, то в семьях, которые в разводе, это может еще глубже быть какая-то травма. Поэтому, ну, в целом, надо говорить. Правильно? Да. И вот еще тоже, возвращаясь к языкам любви, еще важны встречи, в которых проявляются вот и тактильные прикосновения, ваши объятия, ваши совместные игры, может быть, походы, какое-то вот физическое такое взаимодействие отца со своими детьми, оно очень-очень сильно влияет на детей и очень помогает им, ну, сохранять вот этот вот живой контакт. И, конечно, забота, когда не только мама, но и папа может там проводить ребенка на прививке, отправиться куда-то с ним по какому-то важному делу, там, он знает, в чем он сейчас нуждается, что он вырос из кроссовок или что мечтает о какой-то там модной бейсболке, например, да, там, ну, или о чем-то сугубо необходимым ему. Но такие отношения, они требуют колоссальных усилий со стороны мамы и папы, потому что то, что вы описываете, это возможно только в случае, если мама и папа остались в дружеских отношениях или хотя бы работают над собой, чтобы не воевать при ребенке. Да, да, в конструктивных. Но, в принципе, мы же за хорошие образцы. Я сейчас как раз возвращаюсь к шпаргалке, которую я описала по мотивам разговора с Мироном, вот этим нашим авторитетным лицом в этой области. И я его спрашивала, ну, что бы ты сказал отцам? Он говорит, ну, во-первых, я бы сказала вот что-что. Эмоции уходят, эмоции в конце концов уходят. А вот поступки и слова, сказанные сгоряча или не сгоряча, они остаются в памяти, врезаются в память детей и могут или разрушать что-то, или строить. Но это я уже от себя добавляю. И говорит, вот мужчина должен вести себя благородно. То есть никогда не говорить о матери детей плохо. Можно её не любить, можно не соглашаться с какими-то её поступками, но всё равно признавать её достоинство – это важно. И никаких плохих слов про мать детям не говорить. Нельзя манипулировать, ограничивать финансами или какие-то мстительные вещи делать. Отвергать, пренебрегать нуждами семьи, нуждами детей. Вот эти самые такие болезни. Делать подлые вещи, придавать огласки какие-то там, публичные, подставлять по-разному. Вот это, я не знаю, есть, конечно, уже такие вещи, когда выкидывать из квартиры и выставлять вещи за порог, и вы мне теперь никто, например. Ну то есть вот подлые поступки, они зачёркивают вот эту дорогу, пути к детям. А если мама может, вот как он сказал, мама может говорить разное. Ну она женщина, у неё эмоции. Она ведь тоже должна следить за собой. Она должна. Ну как бы папа-то реалисты, они понимают, что должна, но понимают, что не факт, что будет. Но мамины эмоции, они развеются, а папины поступки в памяти детей останутся. И вот когда мои дети выросли, и мы получили возможность обсуждать вот эти какие-то реалии, которые были, много было слёз с обеих сторон, но дети признали, что папа-то, вот мы снова отца обрели, мы вернулись. Ну вот прошёл этот долгий период переговоров, но надо признать, что и жена первая, и сам вот этот человек, они очень сильно работали над собой. Вот, поэтому Мирон так сказал, что на протяжении всего этого трудного плавания, пока дети окончательно не выросли, конечно, по умолчанию эмоции будут время от времени всплёскивать из той, из другой, из третьей стороны. Поэтому я бы посоветовала отцу написать себе правила, вот просто кодекса отца, чего я буду придерживаться в любом случае, какие бы страсти вокруг не бушевали. Там два-три пункта опорные. И когда будут происходить события, которые уносят в сторону тоже вот это гневы, реакций болезненных и так далее, просто возвращать себя к этому кодексу отца. Вот просто свой кодекс чести, всё. У нас есть несколько сообщений. Пишет нам Галина из Москвы. Спасибо за прекрасную и актуальную тему. Слава Богу, нас этой темой не коснулось, но, к сожалению, подобные семьи есть. Слушаюсь за то их дыхание, так важно всё это знать. Спасибо вам и благословений. Мы сейчас слушаем прописные и очень важные истины. Спасибо. Спасибо большое за такой отзыв. Да, прям у меня мурашки побежали, честно говоря, потому что правда очень трудная эта тема. Вот, и Мирон ещё сказал так. Вот, мужики, никогда не отказывайтесь от своего отцовства. Как бы я хотела, чтобы... Цитата эфира. Да, мне бы так хотелось, чтобы это звучало его вот таким мужским бархатным, очень убедительным голосом. Но это вот прям такая краеугольная правда, потому что вот это кровное родство, его ничто никогда и никак не может отменить. Для кого из родителей важнее? Вот это не то, что функция, как бы это правильно сказать, понимание, то, что ты продолжил род. Для мамы или для папы? Вот, скажем, ну, в 40 лет, допустим, или в лет 50 человек понимает, что он там всю жизнь прожил один, один, у него нет детей, у него нет вот продолжения себя. Кого это больнее ударит, маму или папу? Я думаю, что... Женщина или мужчина? Затрудняюсь ответить. За мужчин точно. Мне кажется, это нужно поговорить вот с мужчинами на эту тему. Не задавалось таким вопросом вот гендерно, кто, мужчины или женщины, больше от этого пострадают. Общество настолько изменилось и отошло от такого вот единого понимания того, что предназначение женщины родить ребенка, предназначение отца там построить этот мир, этого ребенка в мир вывести, да. И я бы тут больше сказала про то, что люди по-разному делают вклад в жизнь вообще. Вот если человек ни в чем не реализовался, и даже детей у него нет, то это, ну, горькое осознание, видимо, потому что ему не на что опереться в свои зрелые годы. Он все растратил, ничего не приобрел. Но если этот человек... Не знаю, возьмем мать Терезу, да. У нее не было своих детей, но она настолько много любви вложила в людей по всему миру, и даже те, кто рядом, ну, ее не видел лично, не встречал, это имя многое говорит. И вряд ли у нее были терзания, да, при том, что она избрала духовный путь сознательный, вряд ли у нее были терзания по поводу того, что своего ребенка у нее не было, потому что все дети, которых она встречала, были ее, у нее огромное сердце просто, вот. И она лучезарная, она приезжала в Москву, и просто от того, вот люди, которые просто вот ее встречали, она шла мимоходом, она изнутри светилась, например. Есть такие люди повсеместно, есть люди, которые, ну, не знаю, вложились там в ракету, в машину, в то, чтобы что-то в этот мир конструктивное привнести. Тогда это их детище называется. Ну, да, есть определенное женское страдание по поводу того, что по каким-то причинам нету детей. Наверное, есть аналог какой-то мужского страдания, что нету вот этой поросли молодой. Но это очень-очень индивидуально. Мне кажется, если вот брать вот прям квинтэссенцию, то это сделал я свой вклад в жизнь или не сделал? Вот это прям ключевое. Это я просто рассуждала и думала, почему Мирон вот так сказал, почему не отказываться от своего отцовства? Ведь можно отказаться и прожить жизнь в своё удовольствие. Только потом вот ты обернёшься в лет так 50-40, когда там у мужчин кризис, не знаю. Поймёшь то, что вообще-то у тебя вот есть как бы ребёнок, но ты уже никогда не сможешь выстроить с ним отношения. Да, ну вот смотрите, вот я поняла теперь вот этот аспект, да. Так же, как есть женщины, которые родили и отказались от своего ребёнка, да, по разным причинам оставили его где-то там. Так же и отцы, они могут знать-не знать, что где этот ребёнок, и куда он делся, и есть ли он вообще на белом свете. Это про отказ от своей высшей такой, ну, от своей высшей реализации, быть вкладом и привести в мир человека. Не физическое тело тоже, а его как личность. Вот этот отказ. Но если у человека сугубо там такие, знаете, приземлённые ценности, то может он этой потери и не ощутит этот отец. Хотя, глядя со стороны, это духовная катастрофа. Родить ребёнка и не быть с ним в связи отцовской, родительской, детской. У нас осталось буквально три минуты. Может быть, какие-то советы, рекомендации? Наверное, вот к мамам, к отцам-то мы обращались, да, весь этот эфир. Ну, вот женщинам хотелось бы сказать, мама даже, она будет гениальная, очень благородная, очень замечательная женщина. Но если она такая, она, как правило, сама в глубине души знает, что она не может заменить отца. Женщина не может заменить мужчину. И вот эти функции из внешнего мира нужно, чтобы получил и сын, и дочь. Вот придётся об этом как-то думать специально. Будет ли это отчим? Будет ли это какое-то более широкое окружение, которое частичками будет давать ребёнку то из мужского мира, что ему нужно? Об этом нужно заботиться тоже. Ну, а вообще живите счастливы и не разводитесь, я хочу сказать. Это мечта всех детей. Ну, вообще, по поводу отца, например, это повод задуматься, почему, если отец жив, здоров и хочет общаться со своими детьми, почему не нужно этому препятствовать? Как раз вот подумайте о детях, а не о себе и о своих обидах. Ваши эмоции действительно поутихнут, настанет время, вы найдёте своего какого-то другого человека, может быть, повторно выйдите замуж, не знаю. А дети, вот у детей будет один отец, и будет здорово, если они будут общаться, получать всё, что нужно от мужской половины в паре. Вот так. Ещё какие-то рекомендации? Да, да, да. По мотивам ещё одной моей встречи с отцом. Он встречается там с сыном, они вместе проводят время, всё. Но когда мальчику 12 лет, у него проблемы какие-то в школе, и отец хочет пойти туда, вот что останавливает мужчин, что они попадут в женское царство, и женщины начнут опять какие-то позиционные войны, чтобы оторвать ребёнка от отца. Вот нужно быть очень внимательным. Каждый партнёр должен помнить о том, что вклад другой стороны неоценим. Женщины, дайте место мужчине в школьной жизни ребёнка, это важно, если он проявляет тем более вот это встречное движение. А мужчины, не бойтесь заявить о своём подходе, о своём праве быть настоящим отцом и быть в курсе всех дел своего мальчика или девочки. Ну, это даже не только школа, да, это и детского сада, и поликлиник касается, и отпусков, чего угодно. Ну вот, наш эфир подошёл к концу. Друзья, будьте счастливы. Действительно, не разводитесь, или если уж никакие вообще примирения и согласия невозможны, постарайтесь подумать о детях, о том, что они будут переживать, как вы будете налаживать отношения. Не лишайте ваших детей возможности оставаться так или иначе в полной семье и получать всё, что нужно и от папы, и от мам. С вами была передача «Формула семьи» в студии была Юлия Сибелёва. Юлия, спасибо огромное за эфир. Всем спасибо. Да, ваша ведущая тоже, Эльвира Чепенко. Услышимся уже в четверг. Всё, всем пока. До свидания.